Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжаем Утро на Болткоме. Олег Пекал Александр Шунин. И к нам присоединяется Валерия Фрейберга, как раз-таки представитель новаторы. Мы поговорим о равенстве полов и вообще о результатах исследования в странах, я понимаю, Балтии проводилось. Может быть, есть какие-то отличия между нашими странами Литвой, Латвии, Эстонией, а на каком тогда, получается, месте находимся мы по равноправию полов. Да, один из главных выводов этого исследования, проведённого, собственно, вот этим центром новаторы. Новаторы можно перевести на русский язык, учитывая феминизм и как новаторка, получается, да, новатор в женском роде. А 93% жителей Балтии считают, что права мужчин и женщин должны быть одинаковы, но, тем не менее, в реальной жизни половина опрошенных признают, что этого равноправия по факту не достаёт. Итак, Валерия, вам слово. Как измерялось, кого опрашивали, главные выводы? Добрый день. Да, действительно, это было недавно проведённое исследование. Здесь компания Fort Research проводила его в трёх странах. Буквально недавно, в августе, опрашивали более чем 3000 респондентов было по всем трем странам. То есть это действительно серьёзный анализ. И то, что мы видим, да, наши страны, в общем-то, во многом похожи. И результаты исследования показывают даже неожиданно, что мы более похожи, чем казалось. Но во всех трёх странах действительно есть вот это вот различие между желаемым и действительным. И когда мы спросили, да, о том, насколько для людей важно жить в обществе, где права равны, действительно, 92-93% практически одинаковая доля, большинство в каждой из трёх стран ответили, что это действительно важно. И, как вы уже упомянули, половина или в Литве даже меньше, 40% только считают, что реальность соответствует этому желаемому. Дискриминация, дискриминация по половому признаку. Мы спросили у респондентов, они лично встречались с такой ситуацией, с дискриминацией или нет. И тут надо сказать, что в Латвии мы выделяемся, даже, можно сказать, в хорошем смысле, только 37% в среднем встречались лично с дискриминацией по половому признаку. Но 37% это среднее, конечно, женщины больше, чем мужчины. Они чаще с этим сталкивались, а у соседей процент всё-таки больше. В Литве практически половина опрошенных сказали, что они лично имели такие ситуации, к сожалению. И дискриминация, что это такое, как она может проявляться? Здесь во всех трёх странах в первую очередь идёт речь о том, что оплата труда, то есть зарплата за, в принципе, идентичный, одинаковый труд, несопоставимая. То есть получается, что это номер один пункт, по которым чувствуют различия в зависимости от того, мужчина или женщина получает эту зарплату. Это проблема, наверное, наиболее острая для эстонцев. Они вообще видят это как самый-самый сложный момент в этой теме. В Латвии 26% женщин из вот этих вот более чем тысячи опрошенных говорили о том, что они лично встречались с дискриминацией именно вот по оплате труда. Но при этом другие темы, как и поиск работы. То есть там более 20% тоже женщин встречались с такой неравным отношением. Ну и, конечно, дом, семья, как распределяются обязанности дома, забота о детях. Это то, что касается дискриминации. Простите, сразу хочу уточнить по поводу дискриминации, что касается домашних обязанностей и воспитания детей. Что вы имеете в виду? Ну, одно дело мыть посуду, скажем, действительно унизительно, если это делает всегда только один человек, только потому, что этот человек – женщина. Но если речь идёт именно о воспитании, и кто-то больше времени проводит на работе, то есть есть объективные обстоятельства? Конечно, да. То есть, естественно, в каждой семье эта ситуация отличается, и договорённости отличаются. И в рамках исследования мы можем придерживаться тех фактов, тех вопросов. И что на эту тему спрашивалось, это, может быть, уже из области, скажем, стереотипов или убеждений, мнений общества. Очень любопытные результаты, потому что сначала мы думали о том, какие вообще могут быть на тему отличия мужчин, женщин и каких-то их обязанностей, даже в том числе в семье, то есть какие могут быть вот эти вот убеждения. И, допустим, если мы говорим о том, что проводить время с детьми, заниматься детьми, то да, уже предположение было такое, что такой как стереотип, подход, который более укоренился в нашем обществе, такой, что всё-таки это больше женщина, мать, которая должна уделять больше времени, чем мужчина в семье, именно воспитанию детей. Ну, вот, и получается, по результатам наше общество, это более чем тысячи респондентов в Латвии и также в других странах, считают, это самое-самое-самое такое распространенное, скажем так, мнение, стереотип, больше, чем 40% считают, что это именно женщина, а не мужчина, должны заниматься детьми. Если говорить о быте, мытье посуды или какие-то другие обязанности, и то, что это всё-таки в первую очередь, ну, скажем, цель жизни и главная задача женщины быть дома в семье и заботиться об этом быте, то так считают более 30% в Латвии. Ну, скажем, то, что мы можем отнести к гендерным отличиям, а в свою очередь мужчина, ну, скажем, мнение о том, что главная роль мужчины – это зарабатывать, приносить шкуру мамонта домой, то это треть. А проношенных считают, что именно здесь главная цель мужчины. А есть ли вообще какой-то идеал отношений, соотношения, даже я его так назвал? Ну, вот то самое равноправие. Можете его описать, вот идеальную картину мира? Я думаю, конечно, у каждого эта картина будет своя, и 50 на 50 или как-то иначе каждый решает сам в своей семье. То есть так, как устраивают участников этой пары, например. Если мы говорим о каких-то... Ну, как им удалось договориться, да, между собой. Если обоих устраивает взрослых людей, то, в общем-то, это дееспособных. Два дееспособных взрослых человека как договорились, так и хорошо. Да? Наверное. Ну, опять-таки, мы в Ново Торо делаем упор, конечно, на экономику, на работу, на карьеру, опросы, уходящие уже в сферу каких-то личных отношений. Это уже больше к... Отлично. Валерия, это как раз следующий вопрос. Но тема интересная. Да, тогда, ну, с семьей разобрались, ну, условной семьей, назовем это для упрощения так. Что касается общества, тогда какая идеальная картинка, ну, с точки зрения вашего движения в латвийском обществе была бы? Ну да, то есть упор все-таки, наверное, надо делать на слово возможности. То есть то, о чем говорит Ново Торо, это именно ратует за усиление равных возможностей. То есть возможности для женщин, так же, как и для мужчин, участвовать в экономике, то есть в корпорациях, претендовать на какие-то даже высшие должности. Опять-таки говоря, о стереотипах, о мнениях здесь все-таки и по результатам опроса, и на практике мы видим, что только, да, на практике, если мы берем, допустим, в Латвии 500 крупнейших компаний, только 20% из этих компаний в своем руководстве на данный момент имеют женщину. То есть это не большинство и не половина. А если мы говорим о стереотипах, опять-таки, где-то пятая часть опрошенных считает, что это вообще задача мужчины. Мужчины более подходят для руководства крупной компании. Равные возможности предполагают, что, опять-таки, здесь может быть как мужчина, так и женщина. И любопытно, что, опять-таки, если мы смотрим на мнения корреспондентов, если они каждый говорят о своем прямом начальнике, мужчина, женщина, и оценивают по разным аспектам начальника, то здесь мы абсолютно не видим разницы мужчина или женщина, кто лучше, кто хуже. Есть нюансы, кто в чем сильнее, но в целом факты показывают, что и мужчины, и женщины имеют одинаково хорошие, скажем так, возможности быть на руководящих постах. И вообще статистика глобальная показывает, что если женщины присутствуют в руководстве, то есть это не только 100% мужчины, но есть и доля женщин, то тогда результаты для всей компании, доходность, финансовые показатели, они на порядок улучшаются. А есть ли, все-таки, на ваш взгляд, существуют ли мужские и женские профессии? Потому что кто-то скажет, что это стереотип, но все равно было бы странно видеть мужчин воспитателями в яслях, а там, не знаю, шпалуг, но вот какие-то тяжелые физические работы все-таки предполагают, что это больше все-таки мужское дело, чем женское. То есть вот в этом. Ну, конечно, да. То есть здесь, опять-таки, что думают люди, то есть вся эта большая выбор корреспондентов в целом, может быть, за какими-то исключениями действительно совсем экстремальных случаев, то считают, что нет такого, скажем, четкого разделения только мужчины или только женщины. Есть замечательные парикмахеры-мужчины, лучшие повара-мужчины и так далее. И в то же время, наверное, где это более важно или более критично, это более в таких, ну, опять-таки, возвращаясь к руководству компаний, к политике, то есть принятие каких-то важных решений, которые потом повлияют на жизни и судьбы многих-многих людей. То есть здесь, если в нашем обществе укоренились стереотипы, и априори считается, что нет, эта работа не подходит для женщин, здесь должен быть мужчина, потому что это крупная компания, это топ-менеджмент. То есть здесь у нас начинается проблема. Или, допустим, политика, СЕИМ, мы тоже видим, что это значительное меньшинство, где женщины участвуют в принятии решений. Если это равноправие, это значит, что у каждого есть равные возможности уже в конкретной ситуации, независимо от того, кто это мужчина-женщина, просто по каким-то человеческим качествам выбирается. Что касается достижения этих равных возможностей и борьбы с дискриминацией, какие шаги предпринимаете вы, что планируется в ближайшее время делать, какие-то объяснения, какие-то компании, может быть, рассказывать? Да, да. Конечно, самая интересная и самая такая горячая тема на данный момент — это конференция. Через две недели, уже 22-23 сентября, «Новатор» организует такую крупную международную конференцию. У нас будет около 50 спикеров из 18 стран, и темы будут подниматься, обсуждаться, связанные как с женским бизнесом, также с развитием, профессиональным развитием. В общем-то, не только женщин, но и в первую очередь женщин тоже мотивировать их, показать хорошие примеры возможности развиваться и на руководящих позициях, и в сфере IT, например. И, ну, скажем, говорить также о глобальных событиях, которые сейчас актуальны, даже война в Украине, она очень-очень повлияла на всех нас, и в том числе, конечно же, и на женщин тоже, и как примеры такого, то, что называется, может быть, resilience по-английски, то есть, ну, такой вот устойчивости, силы в различных жизненных ситуациях, именно показать женщинам такие хорошие примеры и мотивировать их развиваться и использовать те возможности, которые есть. и также привлечь внимание общества путем такого же опроса и, ну, скажем, обращать внимание общества на темы, что, да, если мы хотим жить в таком обществе, как и большинство, говорит, это важно, то и, ну, каким-то образом предпринимать шаги к этому. Но будет ли это достигаться путем, знаете, вот, как в Америке, например, пытались исправить ситуацию новотрассовую, выдвигая какие-то процентные, то есть, условно говоря, что в руководстве компании должно быть там 10% лысых, то есть, иначе это будет дискриминация людей без волос. В этом плане, да, это, конечно, здесь уже речь идет о законодательстве, о каких-либо регуляциях, которые идут от Европейского Союза, то есть, есть, да, действительно уже принят относительно всей Европы закон, он касается тех компаний, которые котироваются на бирже, то есть, крупнейших публичных компаний, закон о том, что, да, минимальный процент именно женщин в правлении, в совете, в руководящих эшелонах компании с, если я не ошибаюсь, с 26-го года, это не 50%, это 30 и 40% в разных структурах, но, тем не менее, да, такой минимум, минимальный аквот уже путем законодательным относительно вот таких компаний на бирже появляется. А как вы можете оценить инициативность женщин, конкретно в Латвии или во всей Балтии, насколько женщины готовы брать инициативу в свои руки, идти, добиваться, или они считают, что, ай, ну, все равно ничего не получится, потому что слишком сильны эти стереотипы, и, ну, нечего даже начинать? Конечно, обобщать сложно, потому что у нас есть замечательные примеры женщин, и президенты Латвии когда-то, и в руководящих позициях в наших странах, и в то же время в общем, в целом, конечно, психология и, скажем, установки с детства у женщин зачастую это то, что в первую очередь создает какие-то барьеры, и действительно вот так показать хорошие примеры и мотивировать то, что называется networking, то есть общение с другими специалистами руководителями, что даже новаторин, это во многом тоже такое, как вот networking, общение, это то, что помогает женщинам. Абсолютно с вами согласна, что здесь есть именно еще и момент отношения, плюс ковид, эти два года, когда значительную часть времени были дома, и дети были дома, и женщины занимались с детьми, и вот эта вот готовность взять какие-то новые вызовы, может быть, рянуть даже на на работе, в карьере, конечно, здесь зачастую женщинам нужен такой, как небольшой пинок или мотивация. Либо наоборот, накопилось за эти два года, накопилось. А вот в чем вы видите как раз-таки главный тормоз, то есть он со стороны женщин, которых нет инициативы, или со стороны, ну скажем, работодателей, которые мыслят по-старому и не хотят допустить их? Могу предположить, что оба этих факторов, конечно... Вот оно, равноправие. Да-да-да, просто если мы говорим о том, как это поменять, то, наверное, ну скажем, для конкретной, каждой индивидуальной женщины все-таки собраться с духом и подать заявление, допустим, на какую-то позицию, это намного проще и быстрее, нежели такому большому, большим структурам обществу поменять какие-то свои уже с годами, десятилетиями созданные убеждения даже... Наверняка, они не всегда осознанные. То есть это наверняка нечто, что займет какое-то время, но поэтому мы об этом говорим. Ну вот как раз об этом времени я хотел сказать, что не будет ли, например, такое законодательное лоббирование интересов женщин, немножко напоминать формальность, потому что я очень хорошо помню, был сюжет, когда в Афганистане, когда объявляют, что вот сейчас женщину получили избирательные права, и был ролик, когда несчастную запуганную женщину, вот ее снимают, ее притащил муж за руку, вот она бросает бюллетень, и видно, что она вообще ничего не понимает, то есть ее... Ну вот это изображает, что вот, смотрите, у нас, значит, женщины стали голосовать. Но у меня было очень большое сомнение, что женщина это делала ну вот осознанно, то есть, скорее всего, ну вот она была как какой-то вот, ну, показушный такой какой-то примет. Опять манипуляция. Не будет ли действительно вот такого рода манипуляции, ну, просто вот для галочки, для формальности мы берем в руководство нескольких женщин, которым даем вообще указание, чтобы сидели тихо, не высовывались и делали, как мы скажем. То есть, не будет ли это опять-таки использована как какая-то возможность манипулирования женщинами? Ну, наверняка, опять-таки, это в силах и ответственность каждой конкретной компании, организации. Это отнюдь не желаемый сценарий, но, я думаю, жизнь показывает о том, что если случай или осознанное поведение данной женщины или других, скажем, людей, которые находятся в руководстве, показывает, что женщина высказывает свое мнение, участвует в принятии решений, и это не только взгляд, допустим, мужчин, руководителей, но еще и женщин все-таки. Это помогает, скажем, шире или просто со всех сторон посмотреть на какие-то вопросы и сразу или через какое-то время помогает именно увидеть, скажем, плюс. То есть, наверняка, это все-таки решение и ситуация в руках каждой и женщины, и тех, кто их привлекает в эту организацию, скажем так. Я очень надеюсь, что не будет именно формальности для галочки, потому что все мы разумные люди и да, то есть, речь о том, что здесь такое, то, что называется win-win, да, то есть, это опять-таки, может быть, из того же опроса, мне лично было неожиданно и любопытно увидеть, что когда спрашивали мужчин, что бы вы хотели, то в Латвии половина мужчин сказали, да, мы хотели бы, это был такой тезис, хотели бы вы не работать, если была такая возможность финансовая и так далее, не работать, а быть с детьми дома, и половина мужчин, половина сказали, что да, мы хотели бы, это неожиданно, неожиданно много. Просто половина, мне кажется, из этой половины не до конца понимает, о чём идёт речь, не пробовали себя в этой роли. Валерий, у нас не так много времени остаётся. 22-23 сентября вот этот новатор импакт-саммит, 50 спикеров из 18 стран, примеры блестящих предпринимательниц и политических лидеров, лидеров мнений и следователей со всего света. Как наши слушательницы и слушатели, я уверен, им тоже будет полезно, попасть можно ли на эту конференцию, где искать информацию, как зарегистрироваться? Да, я думаю, самый оптимальный способ, это, конечно же, посмотреть информацию и регистрацию на сайте новатора, novator.eu. На этом сайте видно и программу обоих дней. Первый день – это конференции, все эти спикеры, круглые столы, и, конечно же, общение, вот это вот нетворкинг. Второй день – это более практические мастер-классы в национальной библиотеке. Такое нечто и нетворкинг, и, можно сказать, обучение, тренинг, коучинг. То есть на сайте novator.eu можно приобрести билеты на это мероприятие. Даже есть возможность онлайн, онлайн участвовать, слушать конференцию. Так что добро пожаловать. Я думаю, действительно, такое хорошее мероприятие, где после ковида мы сголодались по живому общению и по таким… Ну, может быть, да, действительно, это мотивация увидеть, как горят глаза других людей, и самим найти в себе какую-то силу и желание, может быть, что-то выполнять свою работу с новой искрой или искать новые возможности. Послушать воодушевляющие примеры, получить мотивацию, проникнуться идеей равноправия и инклюзивностью. Всё это, да, возможно, 22-23 сентября на форуме новатора Impact Summit, новатора.eu. Вся подробная информация. С нами была Валерия Фрейберга, участница движения «Новаторы». Огромное спасибо, Валерия. И, конечно же, успех. Благодарю вас. Не хотелось бы называть это борьбой, ну, в этом движении, что ли. Да, успешного проведения конференции, как минимум. Хорошего дня, спасибо, всего доброго. Благодарю, до свидания. До свидания. Слушайте радио Болтком.